Дневной разворот Представителей ОНФ много Вот в частности недавно был проведен рейд по подземным пешеходам Переходам на предмет их изучения доступности Людям с ограниченными возможностями Остается проблема обманутых дольщиков Есть проблема в подготовке города к зиме К зимнему содержанию дорог в том числе города Кирова Вот по зеленому счету В общем очень много тем там у нас Да все это после 12.05 Ну и тоже несколько тем Но вокруг одной большой темы Будем развивать в первом части В нашей студии Роман Береснев Председатель федерации профсоюзных организаций Кировской области Добрый день Добрый день уважаемые слушатели Добрый день уважаемые ведущие Перед тем как мы приступим к беседе Основной повод для нашей встречи Это появление Дня профсоюза в Кировской области 28 сентября Как раз таки на пленарном заседании Заксобрание приняло решение об учреждении Этой даты, этого праздника 16 ноября будем отмечать его первый раз Перед этим хотим озвучить опрос Который есть на нашем сайте Кирова.ру и на нашей странице ВКонтакте Он такое прямое отношение имеет К деятельности профессиональных союзов И вопрос очень простой Своим работодателем Я И варианты ответа 5 Полностью доволен Доволен Недоволен Крайне недоволен Ну и последний вариант Я сам себе работодатель На странице ВКонтакте Число довольных Большинство Почти 40% Ну и кстати число недовольных Тоже в общем-то Не так уж и мало 22% А на сайте Эхокирова.ру Лидирует вариант ответа Недоволен 42% О! Объективно отражает ситуацию Ну это Что вы думаете Это нормальная Там статистика Наверное Сложно найти человека Абсолютно довольным Всем Тем более Там работодателем Потому что Есть определенные Ограничения Которые так или иначе Все равно вводятся В связи с работой В любой организации Поэтому конечно Томск Есть определенные требования Не всегда Это бывает Положительно Воспринимаются Людьми Да я думаю Вообще Каждому хочется Чтобы работодатель Давал ему больше Каждому хочется Чтобы сам себе Был работодатель И не только зарплата И не только зарплата И не только зарплата И не только зарплата Ну да Ну в этот вопрос Я закладывал там Много очень параметров Естественно Это уровень заработной платы И отношения начальства К подчиненным Ну какие-то бытовые Возможно нюансы В общем все-все-все В одном опросе Но кстати Немало тех Кто голосует Я сам себе работодатель Почти каждый пятый Проголосовал Интересно Вот здесь Если разделить Эту статистику И посмотреть все-таки Там сказать Возможности В тех организациях Где есть профессиональные союзы Вот насколько Как бы отношение К работодателю Дело в том Что очень много У нас регулируется Безусловно Коллективными договорами И многие вещи Когда действует Профсоюз Он снимает По большому счету Вот как раз Определенный негатив В отношении стороны Работодателя Профсоюз То промежуточное звено Очень важное Которое решает Которое в принципе Устанавливает правила игры Которое устраивает Обе стороны И предлагает И решает И в вопросах Безопасного труда И в вопросах Социальных гарантий И в вопросах Там даже Проведения Какого-то Отдыха И так далее То есть это все Может профсоюз И примеры Позитивной практики Сегодня Их очень много Ну давайте Перейдем к обсуждению Дня профсоюзов Который будет отмечаться Как сказал Николай Уже 16 ноября Каждого года Расскажите Как рождалась Инициатива И собственно Предпосылки Обоснования А зачем Такой глупый вопрос А зачем Николай Ну я думаю Что давайте Сейчас к истории Отнесемся Вот у нас Буквально Завтра отмечается Очень хороший Профессиональный праздник День учителей Да И хотелось бы Наверное Сегодня Использовать Возможность Эта Москвы Поздравить всех Учителей С этим Профессиональным Праздником Завтра еще Успеем это сделать Обязательно Большинство Профессиональных Праздников Были установлены По инициативе Профсоюзов То есть Профсоюзы Выходили С тем Чтобы была Возможность Людей чествовать Говорить Приятное Это тоже Там немаловажно Ну и чтобы Люди Ощущали себя Сопричастным Как к той или иной Профессией Это вот День строителей День работников леса День работников торговли День работников торговли Один из моих любимых праздников День полиции По большинству Вот Этих позиций Как раз Инициатива Выходила От профсоюзов Ну а в результате Получается так Что профсоюзы Они представляют Различные отрасли И там Есть и Как раз И металлурги Есть и учителя Есть и работники Здравоохранения Культуры Там и так далее Ну вот Какого-то Своего общего Объединительного Там мероприятия Его не было Ну Сергей Александрович Смотрите День учителя Это же все Федеральный Ой да 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 Федеральный такой праздник Да там все А вот День профсоюзов Кировская область Чем-то напоминает Такой школьный анекдот Помните Не добились пока Профсоюзы На общероссийском уровне Общероссийского праздника Это как бы такой почин Что надо в эту сторону двигаться Ну очень много регионов Уже Как бы там решение Соответственно Приняли Такие праздники Есть и другие регионы Да 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 Разного работника То есть Смысл один Смысл один То есть здесь Это там Ну еще раз Некая возможность И внимание Там К той организации Которую на сегодняшний день Представляют Это профсоюзы И там Поощрение людей Которые действительно Заслуженно Там Долго трудятся Решают Вот эти Сложно Непростые вопросы Взаимоотношений Между работодателями И работниками Лишняя возможность Их почувствовать Лишняя возможность Заявить о себе Поэтому Мы считаем Что это Для нас Очень политически Там Важное мероприятие Ну вот Буквально Позавчера Я поздравлял Ветеранов Профсоюзного движения С днем Я его называю День мудрости И долголетия Ну с днем Первого человека Они восприняли Вот когда я сказал О том Что такое решение Принято Они аплодисментами Это восприняли Понимаете Как бы там Люди все равно Живут Это целая Традиция Это 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 несколько поколений Безусловно Поэтому я считаю Что все таки Это вещь Абсолютно важная Чтобы иметь Такую дату И вот в эту дату Еще раз так сказать Подводить определенные итоги И ставить определенные задачи Ну и там Использовать ее Как опять же Способ напомнить О том Что профсоюзы есть Профсоюзы живут Развиваются И мы сейчас можем Говорить о том Что у нас активно Создаются новые Первичные профсоюзные Организации Все таки Перерастаем мы Думаю Что по итогам года Уже подведем Какие-то определенные Промежуточные итоги Поскольку у нас там Годовая отчетность И здесь Может посмотрим Так что Движение есть И движение Я считаю Что абсолютно позитивно И это еще раз Дополнительная возможность Напомнить о том Что есть такая организация А почему именно Эта дата 16 ноября Вот я сейчас смотрю По календарю Дат которые Российские Международные Которые отмечаются Международный день Терпимости отмечается 16 ноября Отлично Всероссийский день Проектировщика отмечается Международный день Отказа от курения Всемирный день Философии Все это 16 ноября Все очень близко Подходит Профсоюз Мы смотрели Тоже Как бы календарь дат Не нашли Что-то Здесь уж какие-то Очень такие Важные даты Это конечно Ну то есть Мы смотрели Несколько подходов Было там Три варианта Как регионы Сегодня какую дату Выбирают Первый вариант Это они берут Еще там 1905 год И первые Вот эти Профсоюзные собрания Когда они проходили Используют вот эту дату Есть такая вариация Вторая дата Это обычно 1918 год Смотрят Когда там проходили Первые учрительные Там съезды И так далее Ну и третий вариант Нам он показался Более приемлемым Исходя из того Что это Берут 48 год День Воссоздания Областных Региональных Профсоюзов Дело в том Что с 37 По 48 Год Не было Областного Совета Профсоюзов Они были Хотя область Уже была Да Ну это было Связано Там с Репрессиями 37 Года И в принципе Вся верхушка ВЦСПС Тогда Была репрессирована И областные Вот эти Организации Прекратили свое Существование С 37 По 48 Никакого Областного Объединения Не существовало Там Отраслевые Профсоюзы Работали Но вот Объединения Не было И в 48 Году 16 Ноября Стоялась Учредительная Конференция Областного Совета Профсоюзов Кировской Области И Сейчас мы Можем Говорить Что с 48 Года Это непрерывная История Уже Областного Совета Профсоюзов Подальше Федерация Организация Кировской Области Поэтому Много Очень регионов Как раз К этой дате Сегодня И подошли Именно К 16 Ноября Нет Не обязательно У них Разная Дата Учительной Конференции Нет Но если мы Говорим о том Что в перспективе Все равно Праздник Будет Федеральным Будет Федеральный Тогда уже Тогда дата Будет Меняться Тогда возможно Там это решение Будет Бороться Решение Будет Уже Какое-то Может быть Другое Но Федерация Независимых Профсоюзов России Например Отмечает Свой день Рождения 19 сентября То есть Может быть Это будет Дата Избрана Может еще Какие-то Даты Будут Рассматриваться В рамках Ну а пока Нет сегодня Федерального Какой-то Даты В календаре Мы все-таки С этого дня Началось Такое Непрерывное Развитие Профсоюзов Кировской Области Ну еще раз Они не прекращали Действия Просто они Объединились Непрерывно Существует Вот весь Этот промежуток Время Некий Рекламент Рекламент Празднования Так что У нас В следующем году Еще и 70-летие Непрерывной Деятельности Собственно говоря Получается Некий Рекламент Празднования Разрабатывается Разработан уже Ну кроме Поздравления Чествования Может какие-то Особые процедуры Мы сейчас Думаем над этим Хотим открыть Музейную экспозицию Небольшую Там посвященную Там Истории Профсоюзов Пока это будет Музейная экспозиция Хотим чтобы Может быть Дальнейше Это переросло Уже в полноценный Музей В здании Федерации На Московской 10 Да на Московской 10 Вот планы Такие мы Там питаем Хотим опять же Там сказать Какие-то Вещи сделать Уже подводящие Определенные итоги Ну там Либо ролик Либо что-то такое Там соответственно Выпустить Ну и естественно Конечно там Надеемся Что будем Награждать лучших Будем Чествовать лучших И Говорить Слова благодарности Ветеранам Наверное Привлекая в том числе Молодежь Потому что тоже Это крайне важно Поэтому мы сейчас Разрабатываем Вот сценарий Этого мероприятия Надеемся Что оно будет Интересным Важным Обязательно Сделаем какую-то И пресс-конференцию Посвященную Там Вот Этому мероприятию Поэтому у нас тут Пойдет Целая череда Дат Дело в том Что 14-15 ноября У нас будут проходить Здесь международные конференции Профсоюзов Международные Международные Подагиды Международной организации Труда И Федерации Независимых профсоюзов России То есть мы ожидаем Первых лиц Федерации Независимых профсоюзов И экспертов Международной организации Труда И руководителей С делегациями Всего Приволгского округа И не только Потому что Уже комик Коми Кострома Рассматривает Возможность Приехать к нам На вот эту конференцию То есть у нас 14-15 конференции 16-го Будем мероприятия А тема конференции Какая будет? Она будет посвящена Коллективно-договорным отношениям И правовым аспектам Да То есть мы Все равно Участником являемся Международных Соглашений По этим вопросам И вот как раз Аспекты Этих международных Соглашений Мы как раз И будем В том числе Рассматривать В применении Уже в российском законодательстве Как это применимо Сегодня Как это действует Какой опыт есть Как регионы Сегодня в этом отношении Работают По коллективно-договорным отношениям Поэтому считаю Тема очень важная То есть это такое мероприятие Высокого уровня Это очень высокого уровня И для Кирова Так довольно большая честь Принимать Я посмотрел Из практики То есть там Нижний Яренбург По-моему Только принимали Еще такие конференции В нашем округе Ну там немножко С другой тематикой Но примерно Как бы Уровень такой же Да А так Конечно Это Получается Что достаточно Как бы Там уникальное событие Безусловно Что принимайте приглашение Вот где-то в эти числа Снова Хотим видеть В нашей студии Поговорить по итогам Никаких конференций Может быть И участники конференции Могли бы прийти Найти время Хорошо Давайте посмотрим Те же эксперты Могли бы прийти Может быть Да Было бы интересно Всех работающих людей Интересующие Русскоговорящие Ну там Исходя из фамилии Мы понимаем Что это в основном Ближнее зарубежье Как мы его сейчас называем То есть это Бывшие республики Советского Союза То есть там Язык все не утратили Да Имя оно все равно Характеризует Когда человека зовут Сергиус Мы понимаем Что это все равно Человек Собственно говоря Который По-русски хорошо Говорит Ну я с ними общался Уже там по телефону Поэтому в общем Надеюсь что Они да Могут что-то и осветить Интересные какие-то Аспекты Было бы интересно Интересно Хорошо Приглашение Принимаем Но будем рассматривать В силу их возможностей В силу возможностей В силу возможностей В силу графика Да Небольшая пауза Она сейчас будет Напомним что мы беседуем С Романом Бересневым Председателем Федерации профсоюзных организаций Нашего региона Продолжим через полминуты Кроме дня профсоюзов Мы сегодня С Романом Александровичем Хотим поговорить И по Инициативе По увеличению Минимального размера Оплаты труда И по отдыху Детскому Взрослому Мероприятия Грядущие В рамках профсоюзов Давайте сейчас Становимся Как раз таки На инициативе По увеличению Минимального размера Оплаты труда Как известно С 1 июля 7800 рублей Она у нас Составляет в стране Что вы предлагаете Мы предлагаем Принять региональное соглашение То как сделано Сегодня во многих Регионах Российской Федерации И установить Минимальный размер Оплаты труда Для Кировской области В рамках Прожиточного минимума Ну вы наверное Уже знаете о том Что эта инициатива Профсоюзов Нашла отклик у президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина И с 1 января Уже МРОТ Вырастет до 85% От прожиточного минимума То есть это уже решение Это в целом по стране Да в целом по стране Но опять же там Я считаю Что наша инициатива Ни в коей степени Не меняет Вот Весь Всю ту политику Которую сегодня Проводит государство А мы все таки хотим Сделать это Для Кировской области Именно исходя из того Чтобы уже была возможность Так или иначе Повысить сегодня Заработные платы Для малооплачиваемых Категорий Различных отраслей Что я считаю Что крайне важно Ну понятно Что сегодня Мы вот Анализировали Как бы там сказать Кто сегодня платит Вот в рамках прожиточного В рамках минимального Размера оплаты труда Но это в основном Конечно предпринимательский сектор И мы понимаем Что там за 7800 Это крайне редко Все таки встречающиеся Заработные платы Это все таки Так или иначе Характеризуют Как некий серый сектор Хотя бы немножко Их подвести Мне термин понравился Легальный теневой сектор Это легальный Уникальное явление Для нашей страны Я встречаю термин У меня удивляется Легальный теневой сектор Есть нелегальный теневой А это вот легальный С серыми зарплатами — Ну, хорошее, интересное определение. — Забавное, да. — Да, поэтому, в общем и целом, конечно, это могло бы позволить уже тоже с 1 января, мы предлагаем это сделать, хотя бы там выйти на цифры, допустим, 10 тысяч рублей для Кировской области как раз сегодня, 10 с небольшим прожиточным минимумом. — Я поинтересовался, в первом квартале этого года у нас в области, да, 10 с небольшим он составляет. — Да, трудоспособно он. — Да, трудоспособно. — То есть 85% — это получается где-то 9 тысяч рублей. — И мы могли бы в рамках регионального соглашения отработать хотя бы там 18-й год. Дело в том, что там инициатива Владимира Владимировича заключается и в том, чтобы с 1 января 2019 года вывести МРОД на уровень прожиточного минимума. То есть он где-то будет там порядка по стране, это примерно 11 тысяч, уже там цифры определяются. Ну, конечно, они там еще, возможно, будут скорректированы. Но, тем не менее, вот уже год можно было бы, так сказать, в регионе поработать в этом направлении. То есть мы считаем, что эта инициатива крайне важна, и все-таки надеемся, что там правительство и работодатели наши инициативы поддержат. Мы его будем рассматривать на ближайшем заседании трехсторонней комиссии, которая, надеемся, в октябре все-таки состоится, и там будем эту инициативу озвучивать. Ну вот посмотрим, как получим ли поддержку от наших социальных партнеров, от органов власти, от правительства прежде всего, и от объединения работодателей. Потому что и бюджет будет больше наполняться за счет того же налога на доходы технических лиц. Ну, работодатели пока... Только работодатели, я думаю, в сомнении. Да, да, да. Они в сомнении вот сейчас вырабатывают свою позицию. Три стороны, профсоюзы, правительство и... Работодатели. Работодатели. То есть понятно, что работягам это выгодно, и правительству это выгодно. Вот осталось только с работодателями. В работодателях-то вы, естественно, заинтересованы, в первую очередь, увидеть вот этот вот мелкий, средний бизнес? Потому что с крупными, с крупными, с крупными все в порядке. Я считаю, что все в порядке. И с правильно организованным мелким все в порядке. Тут никаких этих вопросов нет. Поэтому, ну, как они просто решения примут? У нас есть объединение работодателей, которое так или иначе может это коллективное решение принять. Поэтому вот сейчас получим их позицию. Надеемся, что эта позиция все-таки будет положительная. — А вы с налоговой вместе работаете? Как раз с людьми, которые платят очень маленькую зарплату официальную? — Здесь работают разные контролирующие структуры, и налоговые, безусловно, в этой ситуации играют ключевую роль. — Трудинспекция работает, конечно. — И трудинспекция работает, и прокуратура работает, то есть разные структуры. Ну, здесь мы уже сейчас говорим о механизмах решения вопросов. То есть, если есть в рамках правительства и в рамках администрации, допустим, города соответствующей комиссии, которые смотрят и своевременность выплаты заработной платы, и объем выплачиваемой заработной платы, насколько сегодня работники получают в каких-то этих вещах. То есть, вызывают работодателей на эти комиссии, и, соответственно, идет диалог, на что будет обращено внимание. Многие работодатели соглашаются добровольно, что да, мы все готовы. Это ведь система действует и в рамках, допустим, оказания поддержки сельхозтовропроизводителям. У них обязательно установлено, что они должны, там, полтора, средняя зарплата по организации, должно где-то полтора примерно от минимального размера платура. То есть, ну, тоже, как бы, там, чтобы они выдерживали, то есть, тоже какая-то цифра определенная. То есть, при распределении поддержки учитывается, что если ты поддержка, поддержку ты должен сделать вот этот. Да, да, да. Поэтому я считаю, что эта инициатива крайне полезна, и все-таки мы будем настаивать на том, чтобы это случилось. Твердо намерены стоять все-таки на своем. Конечно, конечно, для того мы и есть, чтобы решать вопросы по работникам. Конечно, поэтому здесь позиция однозначна. Ну что, к отдыху перейдем? Так, ну, судя по всему, да? Про работу поговорим, время про отдых поговорить. Давайте про отдых. Ну, у многих, конечно, профсоюзы ассоциируются, да, с возможностью льготного приобретения путевок в санатории, в детские лагеря и так далее. Мы в прошлой встрече в июле этого года с Романом Александровичем поднимались этот вопрос, поднимали этот вопрос. Мы знаем, что у вас есть такая своя жесткая позиция, непримиримая по летнему отдыху детей. Давайте обозначим ее еще раз и пройдем в развитии. Ну, давайте тогда с летнего отдыха детей и начнем. Конечно, там нас сегодня не может не тревожить состояние и организация летнего отдыха. Достаточно много идет обращений по этой тематике Федерацию профсоюзных организаций. Конечно, я считаю, что, наверное, управленческая модель, которая сегодня создана по организации летнего отдыха, она должна все-таки пересматриваться. Я имею в виду наличие дирекции загородных лагерей и ее эффективность работы. Пока эффективность деятельности дирекции, как предполагалось изначально, я просто помню изначальную идею, для чего дирекция создавалась. Для того, чтобы аккумулировать полученные прибыльные средства и вкладывать их в развитие лагерей, в строительство, в капитальный ремонт. Так вот, пока надо свидетельствовать, что за два года я не увидел ни одного капитально отремонтированного здания за счет дирекции, нового построенного здания за счет дирекции. Поэтому, наверное, надо сегодня смотреть, чтобы у нас развитие лагерей не остановилось, а все-таки лагеря продолжали развиваться. Нужно какую-то новую схему сегодня разрабатывать и мы готовы свои предложения сформулировать. — То есть два года вы считаете, что это такой приличный срок уже для того, чтобы видеть какие-то конкретные результаты в этой сфере? — Год назад ведь это дело уже обсуждалось, но тогда ведь сказали, что мы предлагаем новый вариант, что-то сдавать в аренду, будем деньги привлекать. Это тоже не сработало, да? — Ну, оно сработало, средства какие-то определенно привлечены, это безусловно определенный плюс, но тогда логика теряется. С моей точки зрения, наличие дирекции — это как раз управление всеми лагерями, которые сегодня находятся в государственной собственности. А если мы говорим о схеме сдать в аренду или передать кому-то в управление, так это, наверное, можно и без дирекции сделать органами исполнительной власти. И тогда гораздо проще получается. А нам вот, ну как, тем потребителям услуг у меня дочь, которая в две смены нынче съездила, так сказать, отдохнула, да, нам бы все-таки хотелось, чтобы рос методический уровень сегодня работы в оздоровительных лагерях. Вот мне кажется, очень насущным сегодня является тема, там, создания методического центра по организации, который должен функционировать в постоянном режиме. — Да и по школам, по школам, по школам, по дирекции. — Да, чтобы у нас сегодня проблема с кадрами очень серьезно стоит в рамках организации детского отдыха и там и вожатых, и специалистов уже более такого высокого уровня, там и заместителей директоров, да и директоров сегодня уже фактически там лагерей там никто нигде не готовит. Поэтому, конечно, вот позиция федерации профсоюзных организаций заключается в том, что нам необходим, конечно, методический какой-то центр, который бы вот решал вопросы, давал методики для работы оздоровительных лагерей, там, помогал с содержательной частью отдыха, а содержательная часть, мне кажется, вот уже который год она там все-таки снижается. Это чувствуется и это отмечают и дети, то есть, что отдых стал менее интересным, чем был там год-два назад. — Сказали, жалобы поступают какого рода? — Жалобы поступают следующего рода, что лагеря все-таки так или иначе сегодня уже не соответствуют, надо все-таки материально их обновлять. — Материально обновлять. — Это раз, во-вторых. — Тем более сезон был сложный, смотрите, дождливый, там дети же вот, они, ну, очень много жалоб было возвращающихся, что да, вот, и простудая, и все, и просто неуютно. — Во-вторых, все-таки там обеспеченность лагерей даже теми же лекарственными препаратами, к сожалению, оказалось там не на уровне дирекции, то есть, они контракт заключили, по-моему, только в июле на вот все необходимые лекарственные препараты, чтобы в медицинских центрах, медпунктах лагерей они находились, это по лагерям, которые управляют дирекцией. — То есть, уже это как бы после двух смен? — Конечно. Арендаторы-то, они в этой ситуации гораздо активнее там работают, и даже если брать, вот я принимал участие во всех, ну, по возможности, заседаниях межведомственной комиссии, то вот те лагеря, которые сегодня используют какие-то юридические лица, они готовы оказались к летнему сезону раньше, чем лагеря, которые находятся в государственной собственности, которые управляются дирекцией. То есть, ну, это тоже говорит о чем-то. Поэтому, конечно, надо сегодня пересматривать эти позиции, искать там абсолютно там разумный какой-то компромисс. Мы готовы, еще раз говорю, свои предложения формулировать, и там на ближайшем заседании межведомственной комиссии мы эти предложения будем озвучивать. — Еще раз формулируем, вы за то, чтобы не было такой структуры, как... — Еще раз, там дирекция может функционировать, тогда нет смысла сдавать лагеря в управление кому-то еще. То есть, дирекция тогда все восемь лагерей, которые у них на сегодняшний день есть, она должна сама и обеспечивать полностью и материально. — Не должно быть, на ваш взгляд, такой многоступенчатой системы. — Либо, соответственно, как бы все лагеря надо сегодня определиться с договорами и там сдать в аренду либо в пользование каким-либо структурам, — Тогда дирекция просто уже не нужна будет. — Тогда, на мой взгляд, сегодня как раз нам бы хотелось и от дирекции, в том числе, чтобы видеть и методическую помощь. Но мы тоже пока этой методической помощи не видели, и оздоровительные лагеря об этом активно говорят. Поэтому вот методический центр было бы, наверное, более правильно сегодня использовать с гораздо меньшей штатной численностью, с гораздо меньшими управленческими расходами и так далее. — Но сама-то идея, на ваш взгляд, она воплотима в жизнь? Зарабатывать, вкладывать в развитие? — Я считаю, что она воплотима. Но здесь нужны определенные, возможно, управленческие решения уже с точки зрения и укрепления руководящего состава. Это все можно. Все это можно предусмотреть, все это можно сделать, все это можно использовать, и именно использовать эффективно. Но здесь надо, опять же, понимать, что когда решение дирекции было, то есть предполагался минимальный штатной численности. А сейчас уже штатная численность, конечно, там вот в этот сезон была, как мне кажется, запредельной. С одного управленческого аппарата там больше 20 человек, поэтому, ну, с моей точки зрения, это точно неэффективное расходование средств. Гораздо правильнее, еще раз говорю, вкладываться в лагеря, в корпуса, в материальную базу, в развитии. — 20 человек — это штат целого лагеря. — Ну, вот, опять же, можно посмотреть сегодня систему развития профсоюзного лагеря. У нас есть один профсоюзный лагерь, это лагерь «Спутник», который принадлежит профсоюзу жизнеобеспечения нашего областного организации. То есть мы видим там поступательное, системное движение по развитию материальной базы. И хорошие результаты всегда по организации летнего отдыха. У нас никогда никаких проблем там с точки зрения там вот этих организационно-управленческих не возникает. Этот лагерь работает эффективно, и он еще и способен принимать там круглогодично, потому что корпуса там позволяют, система отопления там сделана. Ну, вот сейчас вот я думаю, что пока не буду говорить, но надеемся, что в течение там подготовки к следующему сезону будет еще один решенный вопрос по еще одному капитальному зданию в этом лагере. Надеемся, что это получится, и там будет опять дополнительный плюс. Вот это я считаю, что это эффективное использование и развитие именно там системы загородных лагерей. То есть мы такой пример показываем. Кто ваши сторонники в этой позиции? Кто на вашей стороне выступает, разделяет эту точку зрения? Ну, я надеюсь, что есть те, кто разделяется. Когда, во всяком случае, в куларах разговариваешь, многие разделяют эту точку зрения. И должностные лица органов власти, и там представители общественности точно. Ну, и там я разговаривал и с федеральными структурами, те, которые контролируют организацию прохождения детского отдыха, и Роспотребнадзора, и МЧС. Ну, в общем и целом, там позиция у них, там, конечно, когда есть кто грамотно управляет, там, любым оздоровительным лагерем проблем у них меньше с подготовкой и со всеми, там, сказать, с контрольными мероприятиями. Поэтому позиция и такая есть. Роман Береснев, председатель Федерации профсоюзных организаций Кировской области, с нами в студии. У нас подошло время рекламы, прервемся ненадолго. Так, о детском отдыхе немного поговорили, обозначили позицию Федерации профсоюзных организаций по дирекции загородных лагерей. А что с отдыхом взрослых людей, сотрудников всевозможных организаций, ходящих, собственно, в структуру? Да, у нас есть отдельная программа, которая сегодня действует по скидкам на санаторно-курортное лечение для членов профсоюза. По всем вопросам необходимо обратиться в свою профсоюзную организацию. Это направление у нас сегодня активно развивающееся, такое динамичное, то есть люди активно пользуются этими возможностями. Мы, естественно, стараемся в большей степени сегодня работать с санаториями Кировской области, понимая, что их тоже надо сегодня и загружать, и развивать. И они соглашаются, у нас есть уже практически со всеми санаториями соглашения. Они уже автоматически для любого члена профсоюзной организации, которая идет по нашему направлению, уже предоставляют скидки различные. Ну, Нижневкино, допустим, они варьируются в зависимости от сезона. Да, есть санатории, там 10-15% дают скидку сразу, уже автоматически. И федерация заранее бронирует какое-то определенное количество мест? Нет, ну это заявки, нет, это решаем по ходу пока. Ну, думаем дальше развивать, я думаю, что там будем в любом случае, так сказать, встречаться с руководителями санаторно-курортных учреждений нашей Кировской области, выслушивать их какие-то предложения, постараемся систему немножко упростить, чтобы было удобно. И там ее каким-то образом тоже модернизировать. Так что будем эту тему пока развивать. В общем, такое есть желание и у президиума федерации. Я думаю, что эта вот тема, я считаю, что очень перспективная. Что все-таки сегодня есть эти путевки. Да, они там не полностью бесплатные, как было раньше, но скидки, они тоже достаточно значительные. Скидки значительные, да. И поэтому мы предлагаем сегодня, вот везде, где мы там ездим, встречаемся, как раз об этом говорим, что это сегодня система работает. Но у нас там социальные бонусы не только в этом заключаются. Мы сейчас еще разрабатываем дополнительные социальные бонусы и в рамках взаимодействия с сотовыми операторами у нас сейчас появляется там тариф профсоюзный с компанией МТС. То есть это дешевле, самого дешевого тарифа. Так и назвали, тариф профсоюзный. Так точно, но мы раз вышли с такой инициативой. Раньше в столовых горчицу называли профсоюзный мед, потому что она была бесплатная, на столе стояла. Я слышал о профсоюзном масле, а не меде, но не суть. Поэтому тоже сейчас этот тариф мы активно пропагандируем, поэтому тоже члены профсоюза могут обратиться в свои профсоюзные организации. И там уже алгоритмы, как вы его сегодня получите, но пока такая точка оформления только одна пока в городе Кирове. Так пока с компанией договорились на первом этапе. Посмотрим, как это сейчас будет активно востребовано. Ну и надеемся, что тоже там, самое главное, что внутри сети, между членами профсоюза будет абсолютно бесплатная связь. Так как корпоративная профсоюзная тема. Ну и понятно, там сегодня компания, с которой мы работаем, но она заинтересована, если сегодня тем самым привлечь, наверное, какие-то возможные оттоки от других компаний, которые какой-то дополнительный бонус и компания будет получать. Поэтому, в общем-то, договорились. Тем более, что переход от сотового оператора к другому сотовому оператору он разрешен. Начали выдавать первые сертификаты. То есть сертификат мы выдаем у себя. С этим сертификатом уже человек может прийти в салон компании и, в общем-то, сделать то, что необходимо, перейти на тарифный план. У нас три вариации еще этого тарифного плана. Поэтому, ну, кому что надо, сколько минут, сколько гигабайтов информации, какие эти самые дополнительные бонусы. То есть все это сегодня есть. Вы-то лично опробовали уже? Еще не успел. Некогда. Мы для рядовых членов профсоюзов сначала постараемся, а потом уже, так сказать, сами оценим возможность перехода. Я, честно говоря, еще нормально не изучил эти возможности. Роман Саныч, хочу все-таки еще немножко к детям вернуться. Дело в том, что сегодня шел по улице Энгельса, смотрю, там уже появилась офиша с новым 2018 годом. Да ладно? Да, уже, уже, уже висит. Именно к детям обращено. Обращено, правда, не к детям, но почему к детям? Все-таки для детей это главный праздник, новый год, да. И всегда тоже, опять же, как только Новый год, так сразу вспоминают профсоюзы. Все же ждут. Подарки, наборы. Подарки, елки, наборы, мероприятия какие-то там. Ждут, конечно. А вы говорите, профсоюзы не нужны, да? Одно дело ждут, другое дело. Дождутся ли? Вот что я хотел спросить. Дождутся. Безусловно, то есть у нас уже решение принято. Значит, 8 профсоюзных елок будет в этом году организовано. Выбрано драм-театр. Надеемся, что будет интересный сценарий, интересная программа. Ну и на девятую елку сейчас вышло распоряжение правительства Кировской области. Тоже мы надеемся, что получим такую возможность провести еще и плюс одну. Еще и девятую, да? Еще и девятую. Да, поэтому в общем и целом работа идет. Здесь праздник будет, и праздник, мы надеемся, будет качественным и будет проведен на хорошем уровне. И подарки будут? Безусловно. Но я вот еще одну тему бы просто хотел поднять, которую мы изначально не проговаривали. Эта неделя проводится как неделя коллективных действий профсоюзов. Что-то, которая сейчас идет? Да, да, да. Что это значит? Ну, коллективные действия профсоюзов, они могут быть разные. Конечно, самым активным коллективным действием это выход на улицу является, то есть проведение митингов, шествий и демонстраций. Но в этом году Федерация независимых профсоюзов России решила, что в большей степени сосредоточиться на коллективно-договорных отношениях и провести заседание трехсторонних комиссий. В плане решения многих вот этих задач. То есть рассмотреть региональное соглашение по минимальным размерам оплаты труда, рассмотреть исполнение указов президента. Вот мы как раз ожидаем, что в ближайшие дни у нас такое заседание трехсторонней комиссии состоится. Ну, 7 октября у нас официально день коллективных действий профсоюзов. Поэтому я думаю, что эту тему тоже, наверное, должен осветить, что у нас такое идет. Но мы это еще используем, эту неделю, для сбора предложений. Мы надеемся, что договоренность такая есть, что с Игорем Владимировичем встретимся в течение октября. С главой региона. Сбор предложений между кого? Где? Для чего? Членов профсоюза, губернатору с вопросами о том, что волнует сегодня членов профсоюза. Вопросы разные поступают. Есть, например, вопрос все-таки о времени. О нашем. Надо ли на час стрелки. Есть такой вопрос, есть такая инициатива из района поступившая, что Координационный совет даже рассмотрел на Координационном совете. Там в районе, да? Да, в Налинском районе выходит с такой инициативой. Это работники сельского хозяйства? Потому что я помню, что сельхозпроизводители там выступали за это. Сельхозпроизводители однозначно выступают за это. Мне этот вопрос задали на Налинской фабрике игрушек. Да. Они не сельхозпроизводители. Они не сельхозпроизводители, они матрешек расписывают. Но, тем не менее, вот их этот вопрос волнует. И директор, и коллектив ее поддержал, когда мы встречались с коллективом. То есть, что это для людей было бы очень правильно. Так что вот и такие вопросы будут. Конечно, мы там будем самые важные вопросы поднимать. Конечно, об уровне заработной платы и работников бюджетной сферы. И о перспективах, ну, о тех проблемных темах, которые вы в том числе сегодня будете во втором части обсуждать. Есть у нас, уже поступил вопрос об обманутых дольщиках. То есть, это тоже как бы там тема нас волнует. И пассажирские перевозки и в городе, и в районах Кировской области и так далее. Ну, то есть, профсоюзы волнуют многое сегодня. И мы вот такую встречу, надеемся, тоже состоится. И мы, в общем-то, надеемся, что будет какой-то хороший, там, качественный разговор и движение дальнейшее по решению вот этих задач, которые сегодня оставят граждане наши. Есть у нас еще минуты-полторы о других каких-то направлениях популяризации деятельности профсоюзов, продвижения профсоюзов. Вы про районы говорите, да, вот как-то, как-то вот в районах сейчас обстоит ситуация. Сложно в районах, но мы сейчас активно начали ездить. То есть, у нас 11 муниципальных образований уже мы объехали и воссоздали там координационные советы профсоюзов. То есть, вот, в дальнейшем, надеемся, что у нас появятся и трехсторонние там комиссии, и там работа тоже вновь закипит по взаимодействию с профсоюзным движением. Ожидаем, вот, на следующей неделе у нас очередные там два муниципальных образования. Мы едем в Котельничский и Плюс Котельнический район там, и то в один день, так сказать, два, ну, тут они очень рядом расположены. Поэтому очередной вот профсоюзный день, мы его так тоже называем, профсоюзный день в районе, состоится, и мы от этой тематики уходить не будем. Я думаю, что мы будем активно сегодня продолжать взаимодействовать и развивать профсоюзное движение. Как раз прирост у нас дают не город, у нас сегодня прирост дают активные районы. То есть, люди там ждут на местах, они большие надежды возлагают на профсоюзную организацию? Да, люди в общем и целом сегодня уже многие просто не знают, что такое профсоюзы, и когда рассказываешь и в общем и целом там освещаешь, то они активно к этому относятся и с энтузиазмом поддерживают и создают профсоюзные организации, и это хорошо. Может быть, можно выделить какие-то лидеры в этом отношении района, или так равномерно вся область участвует в этом процессе? Да, здесь, я думаю, что активность хорошую провел Уржумский район, активно мы поработали с городом Вятские поляны и Вятскополянским районом. Сейчас очень активно работает координационный совет в Малмышском районе, то есть вот юг нашей области. Хорошо и продуктивно прошел день у нас в Мурашах, там в Мурашинском районе. Ну, можно перечислять и другие муниципальные образования, то есть везде активность возросла, и это хорошо. Вы все перечислили по большому счету города, где есть градообразующие некое такое? Ну, в Малмыш же сложно сказать, а в Мурашах какое градообразующее предприятие? Ну, вот там как раз мы-то в большей степени не с железнодорожниками встречались, то есть мы встречались, там я ездил, допустим, на предприятие Майск лес, там есть профсоюзные организации. Мы стараемся сейчас, вот новый там завод, да, создается фанерный в Мурашах, ну, по-моему, фанерный. Да, в общем, по переработке, там уже закидываем какие-то эти возможности, чтобы был новый коллектив, и было бы неплохо создать профсоюзную организацию. Сегодня учреждения социальной сферы, вот социального обслуживания населения активно сегодня участвуют в этой деятельности по воссозданию как раз профсоюзных организаций. В администрациях района даже воссоздаются профсоюзные организации, так что эта работа есть, она идет. Спасибо большое за этот разговор, много тем мы успели осветить. Роман Березнев, председатель Федерации профсоюзных организаций Кировской области, имеем в виду, помним, ориентировочно про середину ноября, когда будет отмечаться и День профсоюзов непосредственно, и когда будет международная конференция. Спасибо, далее у нас новости, и мы не прощаемся, вернемся через 20 минут. Спасибо. Спасибо.